МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день вечера утра». Реальность самоскладывает картину дня. В студии Гульнара Шарипова смотрите сегодня в программе. Выбор сделан. Дать должное всем организаторам, мне кажется, сделали все, чтобы любой, даже неверующий, нежелающий, может быть, так сказать, пойти на избирательные участки, чтобы пришли. Кулиановская область проголосовала за президента. КАМАЗу-ДААС. Не только автомобильного образования, но и в других областях обеспечивающих производство трудовой техники. Мы не будем ограничивать какую-то русскую направленность, будем предложать условия. Задача индустриального парка «Мастер». Некто 1917. Мне хотелось все-таки вернуть людей к тому, что произошло, потому что произошел гигантский катаклизм, который только думает, что он закончился. Итоги 20 века по версии Эдварда Родзинского. Главная тема дня – итоги голосования 18 марта. Выборы президента, выбор будущего. Для многонациональной и многомиллионной страны важен был голос каждого. Учитывается мнение всех слоев населения, разных возрастов и социального статуса. Демократическая процедура стирает грани, консолидирует общество, несмотря на то, что приемлемый кандидат для каждого свой. По сравнению с 2012 годом поддержка действующего президента в регионе увеличилась на 16, а в Ульяновске – на 20%. По динамике этого показателя регион занимает второе место в ПФО. Как голосовала Ульяновская область в условиях снегопада, метели и полярных прогнозов экспертов? Подробности выборного дня в нашем первом материале. Ульяновск. Открытие избирательных участков. Восемь утра по местному времени. Несмотря на обильный снегопад, с первых минут процедура пошла полным ходом. Люди собирались у еще запертых дверей за полчаса до старта. Активнее в утренние часы голосовали в сельских районах, но горожане тоже не отставали. В числе первых – народная артистка РСФСР Кларина Шадько. Это с детства, когда мои родители и все приближенные шли на выборы. Это же был великий праздник. Это же такое соединение, это песни, это частушки, это общение. Общение, когда действительно люди общаются в этот день, поздравляют с праздником. Естественно, с праздником, кстати, у вас, дорогие, с праздником. А потом, как не прийти на такое совершенно удивительное, удивительное соборное событие, как выборы. Если не пойти, это значит себя быть ущемленным. К 10 часам явка по стране уже достигала 16,5%, обогнав показатель 2012 года в 2,5 раза. И если Дальний Восток и Восточная Сибирь уже выходили на финишную прямую, то центральные регионы лишь начинали разгоняться. Сергей Морозов пришел на избирательный участок в селе Карлинское к 11 часам вместе с семьей. Дать должное всем организаторам, мне кажется, сделали все, чтобы любой, даже неверующий, нежелающий, может быть, так сказать, пойти на избирательный участок, чтобы пришли. Мне кажется, мы достаточно доступно рассказали об особенностях нашего законодательства и о том, что зависит от каждого гражданина. Примерно в это же время порог 15-й школы на улице Верхнеполевой переступил Алексей Ситников, член регионального штаба ОНФ. Организацией процесса и техническим оснащением своего участка остался доволен. На участке обстановка спокойная, безопасность на высшем уровне, люди улыбаются и они определяют свой выбор. Конечно, я также сделал свой выбор, отдал свой гражданский долг как гражданин Российской Федерации. По Волжье уже к полудню собрало 30% голосов, вопреки капризам погоды. Палпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич по собственному признанию с кандидатом определился давно. На выборы пришел в отличном настроении. Это подготовительная работа, которая в регионах была проведена, для того, чтобы обеспечить для людей все необходимые возможности, условия, чтобы комфортно проголосовать и выразить свое отношение к выборам президента Российской Федерации. Уверен, что пройдет все на самом высоком уровне. Президентские выборы 2018 состоялись без срывов, без серьезных нарушений. Голосовала Россия. Явка составила около 67,5%. За пределами государства избирательным правом воспользовались более 400 тысяч наших соотечественников. И хотя окончательный результат уже ничто не в силах изменить, демократические процедуры исполняются от и до. Голоса подсчитываются. Наиболее точный результат народного волеизъявления станет известен 29 марта. Телепузик, ракета, супермен, панда и дракон. Что их объединяет? Все это креативные костюмы, в которых избиратели в разных уголках страны шли на выборы голосовать. Популярностью пользовалась историческая тема – стрельцы, богатыри и рыцари. В Барнауле же около 10 членов клуба любителей зимнего плавания пришли за бюллетенем в плавках и купальниках, устроив импровизированное шоу для присутствующих. Герои нашего репортажа костюмами не отличились, но даже в свой личный праздник не остались в стороне от главного политического события весны. Тему продолжит Владимир Гаврилов. Будем прыгать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же тут такого? Это так легко. Говорит мне бабушка, что мне докторя, я не заболею, а просто я стоя. Но это только в детском стихотворении. Бабушка приболела и жалуется на то, что годы уже не те. На деле Зинаида Юрченко, отмечавшая в день выборов свой очередной юбилей, и ее подруга с жизнерадостностью дадут фору многим молодым. Наши мужья – братья. Поэтому сколько лет мы живем, столько лет мы и знаем друг друга. Поэтому я и приехала из Саратовской области. Специально приехала поздравить ее с юбилеем. Путь действительно не близкий. Но вот виновница торжества покидает праздничный стол вместе с подругой и отправляется на избирательный участок. Я жила при советской власти и дожила до этих дней. Я хочу неплохо, неплохо. Вся молодость прошла, все было хорошо. Нам нравилась жизнь-то, понимаете? Но я думаю, что она будет у нас еще лучше. Мы надеемся на это. Поэтому мы и пришли голосовать. От юбилярши не отстает и ее подруга, которая получила в этом году уникальную возможность проголосовать без всяких открепительных удостоверений, не по месту регистрации, а именно на том участке, который ей будет удобен. И не важно, что он оказался в Ульяновске. Чувствовала себя обязанной, как иначе. Если я куда-то еду, значит, я должна обязательно проголосовать. Я привыкла всю свою жизнь так, по законам. Пожелав на прощание здоровья своему кандидату, подруги вернулись за праздничный стол. А выборы тем временем набирали обороты. К тому времени, как на участок отправились наши героини, явка превысила 40%. В целом по Ульяновской области к 15.00 на участки пришли 46,5% избирателей. Но вот на участках становится тише. В урну опускается последний бюллетень, участковые и избирательные комиссии закрываются. И начинается самая интересная подготовка к подсчету голосов, которых, по мнению председателя УИКа, могло быть и больше, но подвела погода. В результате этого, конечно, явка немножко уменьшилась. Мы, конечно, планировали больше выездов к избирателям, которые не имеют возможности проголосовать, прийти в помещение по состоянию здоровья. Но из-за того, что тоже, можно сказать, погодные условия, машина во дворы не могла проехать. У нас даже не могли до подъезда дойти, потому что все было занесено снегом. Тем не менее, именно урны для голосования вне участков скрываются в первую очередь. Сразу за тем, как были посчитаны и погашены неиспользованные бюллетени. Цифры выстраиваются стройными рядами в подготовленные для них строки. Однако одной. А значит, никаких форс-мажоров на участке не было. К 10 часам вечера информация начинает стекаться в областной избирком. Данные скромные, а посему основной вопрос председателю о нарушениях, которых, кстати, не выявлено. А вот на жалобы некоторые не скупились. Представители КПРФ порядка 30 жалоб подали на то, что под информацией о кандидате Грудинина размещена информация Центра избиркома о том, что он скрыл свои счета за рубежом. Ну, коммунисты ничего лучше не придумали, как объявить о том, что это, в общем-то, агитационный материал, что это не соответствует действительности, и пытались склонить членов участковой комиссии к тому, чтобы эти материалы, которые, повторяю, подтверждены решениями ЦИК соответствующим, чтобы эти материалы снят. Конечно, это очень неправильно, это негатив. Также большое количество жалоб поступило от наблюдателей, и касались они в основном того, что их данные по подсчету количества избирателей не соответствовали оперативной информации. Как отметил Юрий Андриенко, ситуация не нова, и все разногласия в этом вопросе будут сняты после того, как все данные будут введены в систему газвыборы. Владимир Гаврилов, Иван Демидов, Александр Кудряшов, репортер 73. 643 тысячи жителей и гостей Ульяновской области приняли участие в голосовании на президентских выборах 2018. По предварительным данным избирательной комиссии Ульяновской области, право голоса реализовали 64,33% сорегистрированных в регионе избирателей. 477 тысяч сделали свой выбор в пользу Владимира Путина. Рекордную поддержку действующему главе государства оказал Павловский район, в котором за кандидата самовыдвиженца высказались более 82,36% жителей. Показатель явки лучший для Ульяновской области за последние 15 лет. 19 марта, 8 часов 38 минут местного времени. В Ульяновской области оформлен протокол об итогах голосования президентских выборов. Свои подписи под ним поставили все 14 членов избирательной комиссии. Особых мнений нет. Кстати, как нет особых мнений в членах комиссии и в участковых комиссиях, и в территориальных, что очень важно. Таким образом, члены комиссии, которые представляют в том числе и различные политические силы, наше региональное отделение политических партий и тех партий, которые выдвинулись за регистрированных кандидатов, которые принимали участие в выборах, они, наверное, этим признали, что выборы на территории Ульяновской области прошли легитимно, без нарушений, которые могли бы повлиять на воле изъявления наших избирателей. На 277 избирательных участках области велась фото и видеосъемка. На 120 проводился устный опрос голосующих. 18 марта в областную комиссию поступило 4 обращения по факту нарушения голосования. 29 территориальных комиссий граждане подали 10 обращений. По факту проверки из этого числа подтвердилось только одно. «Были мелкие неурядицы, которые начались в Малаклинском районе, там как-то странно повел себя депутат от КПРФ господин Куриный, который посчитал, что часть сведения об их кандидате нужно было почему-то заклеить, хотя они были утверждены избиркомом. Была внесена некая сумятица, но нам тут же сообщили об этом общественные наблюдатели, этот вопрос нашим избиркомам очень быстро был снят. И фактически он не повлиял на проведение избирательного процесса». Сообщения о бюллетенях с галочками, их так называемом «вбросим» и организованном подвозе избирателей по информации избиркома также не нашли подтверждения. Проблемы с КАИБами 2017 года выпуска не помешали избирателям реализовать свое гражданское право. В лидерах по явке – жители Корсунского района. На втором месте – представители Николаевского. Замыкают тройку активных граждан – жители Сурского района. В областном центре самый большой процент явки на избирательных участках зафиксирован в Ленинском районе. Всего же в области, по предварительным данным избиркома, 477 654 избирателя отдали свой голос за Владимира Путина. «Мы со своим штабом, и я как доверенное лицо, провел перед выборами больше десятка встреч, даже несколько десятков встреч на промышленных предприятиях, разъясняя позицию кандидата, позицию его в отношении экономических процессов, происходящих в стране, в отношении консолидации нашего общества и формирования нашего общества как единый российский народ. И я думаю, что поддержали нас все, и вы видите результат – 70 с лишним процентов». «Вчера очень много молодых ребят впервые голосовали, в том числе и я. Для нас это был очень важный момент, потому что мы отдавали голос за наше будущее, и мы хотели выбрать очень достойного и сильного лидера». Павел Грудинин набрал в регионе 14,75% голосов. Владимир Жириновский получил 6,24%. Гульнара Шарипова, Константин Никитин, репортер 73. КАМАЗу ДААС. Генеральный директор крупнейшего концерна грузового автомобильного производства России. Сергей Кагогин посетил Димитровград. Это его первый визит в регион после объявления о кооперации заводов ДААС и КАМАЗ в начале 2018 года. Как димитровградские производства впишутся в планы одного из крупнейших холдингов страны? И что нам от того? Расскажем далее. В начале января 2018 года становится официально известно, что Димитровградский автоагрегатный завод войдет в холдинг КАМАЗ. Крупнейший российский грузовой автоконцерн приобрел почти половину производственных мощностей компании «Объединенные автомобильные технологии», в числе которых Димитровградское предприятие. На базе предприятий ОАТ, где рассматривался именно Димитровградский автоагрегатный, решили создать индустриальный парк нового типа. На встрече с руководством предприятия, работниками, правительством области и прессой, Сергей Гагогин рассказал о дальнейших изменениях в работе. Сегодня наш департамент закупок уже четко получил установку, что все, что касается развития, начинать как поставщиков рассматривать производственные предприятия Димитровградского. Это в первую очередь. Потому что жить сегодняшним днем бессмысленно. У КАМАЗа, начиная с 2019 года, идет полное замещение модельного ряда. К 2022 году масштабное производство автомобилей пятого поколения и, в принципе, уже почти опоздали по номинации по стихи. Для решения этих задач холдинг взял «ДАС» под свое крыло как ядро нового индустриального парка. Предприятия же, которые заработают на этой площадке, займутся выпуском продукции, необходимой КАМАЗу. Мы являемся вот этой скрепой, которая соединяет наше все автомобилестроение, самые главные, самые ведущие автомобилестроения в Российской Федерации. И так еще раз. КАМАЗ, Автоваз, УАЗ и даже, значит, ГАЗ. Поэтому мы сегодня договорились о том, что мы ускоренно будем создавать не только индустриальный парк, но и вхождение автоагрегатного завода во все эти производственные цепочки. Сообщается, что при кооперации появятся новые рабочие места. Несколько тысяч, в том числе от зарубежных компаний. При выборе площадки «ДАС» руководство холдинга рассматривало количество и подготовку персонала, логистические возможности по доставке комплектующих около 300 километров до набережных Челнов и 100 до Тольятти. Индустриальный парк нового типа создадут в три этапа. Проект аналогичен действующему в набережных Челнах Камскому парку «Мастер». Кстати, он и выступит воплотителем этой программы со стороны ПАО «КамАЗ». От Ульяновской области вопросом займется корпорация развития региона. Для «КамАЗа» интересно размещать здесь производство автокомпонентов. Но та практика, которая есть у нас в набережных Челнах, а там миллион 375 тысяч крыльев на щелесе сегодня задействовано, через 2-3 года самые разнообразные поставщики появляются не только в автомобильном области, но и в других областях, обеспечивающих производство бытовой техники. Мы не будем ограничивать, какую-то узкую направленность будет предлагать условия. Обещают, что условия будут стандартными. На первом этапе привлечение 10 резидентов и порядка 200 рабочих мест. Здесь главный вопрос отношения действующих работников к глобальным готовящимся преобразованием. Ведь несколько лет назад ДААС испытывал серьезные трудности. Неполная рабочая неделя закончилась, работали по 3-4 дня в неделю. Стеряли зарплаты много, но сейчас нормально. На реализацию проекта индустриального парка нового типа необходимо совместные КамАЗовские и областные правительственные предварительные 750 миллионов. Анжела Забашта, Александр Кадрюшов, репортер 73. К другим темам. Андрей Чичуков, преподаватель истории и общества знания 52-й школы Ульяновска, признан учителем года 2018. Он будет представлять нашу область на всероссийском конкурсе «Учитель года», который состоится осенью. Второе место заняла учитель русского языка и литературы Ульяновской 65-й гимназии Маргарита Королева. Сомкнула тройку призеров Елизавета Зудина, педагог начальных классов средней школы номер один рабочего поселка Новоспасское. И далее коротко о других событиях из жизни региона. В Ульяновской области продолжаются губернаторские сельскохозяйственные ярмарки. На очередной из них – в Засвежье. Горожане приобрели более 4 тонн картофеля и свыше 2 тонн лука, а также морковь, капусту и свеклу. Кроме того, было продано почти 9 тонн мяса и 6,5 тонн сахарного песка, 3 тонны мяса птицы и 2,5 муки, рыба, мясные и колбасные изделия, сливочное масло, сыр и другие продукты. В общей сложности минувшую субботу сельхозтоваропроизводители выручили около 6,5 млн. рублей. В Ульяновске в пространстве коллективной работы «Точка кипения» состоялся региональный кубок чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, участники которого получили управление виртуальной бизнес-реальности. Крупные компании с одинаковыми стартовыми активами. Действовать игрокам пришлось, подстраиваясь под рынок и не учитывая возможные риски. Победители киберспортивных состязаний прошли во второй этап чемпионата России по киберспорту, который состоится в апреле 2018 года онлайн. В минувшие выходные в Ульяновске прошел спортивный праздник «Весенняя мормышка-2018», который посетили губернатор Сергей Морозов и глава областного центра Сергей Панчин. Руководители отметили, что в других регионах проходит подобный фестиваль для спортсменов и для их семей, где разыгрываются разные призы. А значит, Ульяновску не стоит отставать и, возможно, запланировать целый чемпионат с ценными призами. Не страшно попасть на стол к хирургу. Гораздо страшнее после операции попасть под равнодушное око халатной медсестры. Физраствор и формалин похожи по внешнему виду, но есть важные отличия – запах и действие. Формалин смертелен. Именно им медсестра промыла пациентку после успешной внутриполосной операции. Девушка в реанимации. Теперь врачи вновь ее спасают. Министр здравоохранения региона, главный врач областной больницы обещают быстро и жестко разобрать инцидент. Оказаться на грани жизни и смерти после успешной операции. История, случившаяся в центральной медсанчасти, не показатель какой-то общей проблемы. Это скорее тот самый человеческий фактор, который чаще всего приводит к катастрофическим последствиям. Допущенная ошибка не из тех, которые можно списать на простую невнимательность. Перепутать яд и лекарства может маленький ребенок. Но не медсестра и не врач, которые получают зарплату за свою работу и должны иметь необходимый уровень квалификации. Они просто обязаны понимать, к чему приведет ошибка. В медсанчасти идет служебная проверка. Врачи отказываются комментировать случившееся, пока проводятся проверки. Но скорее всего здесь тот самый человеческий фактор сыграл свою пагубную роль. Именно об этом очень тихо и не на камеру говорят сотрудники других медицинских учреждений. Комиссия проводит расследование. По итогам работы комиссии будет принято решение соответствующее о наказании виновных. Если в ходе работы комиссии будут выявлены признаки правонарушений, то материалы работы комиссии будут направлены в Следственный комитет. Для самой женщины уже три дня находящаяся без сознания с химическим ожогом внутренних органов важнее медпомощь. Ей оказывают ее в полном объеме. Консультируют наших врачей, более опытные в подобных случаях, москвичи. К нам была пациентка переведена с учетом того, что у нас есть возможность использования острого диализа. Пациентка находится до сих пор в реанимационном отделении. Ей оказывается вся необходимая помощь. Мы видим положительную динамику с учетом того, что гемодинамика стабилизировалась на сегодняшний день. Мы провели консультацию с нашими коллегами из мониторингового центра федерального, который занимается вопросами токсикологии. Нам были даны рекомендации, что необходимо сделать. Москвичи отметили, что ульяновцы проводят лечение правильно. Как раз это и есть причина относительного медицинского успеха. Однако никаких прогнозов о будущем пациентке не может дать никто. Павел Половов, Александр Кудряшов, репортер 73. К новостям культуры. 56-й международный музыкальный фестиваль «Мир, эпоха и имена» продолжает радовать любителей классической музыки. В Ленинском мемориале прошел вечер с большим оркестром. Звучали произведения Чайковского и Рахманинова. 18 марта на главной концертной площадке Ульяновска писатель и драматург, историк и сценарист Эдвард Радзинский представил программу «20 век. Итоги некто 1917». Шестнадцатый год заканчивался для царской семьи страшно. В предрождественские дни, 19 декабря, на речке Малая Невка всплыл труп. Особенно страшны были руки трупа. Оледенелые, они были подняты кверху и кулаками грозили то ли небу, то ли этому городу. Это и был труп Распутина. Такой оказалась жутковатая завязка авторского вечера Эдварда Радзинского, посвященного историческим событиям 100-летней давности. Чтобы предвидеть будущее, придется понять прошлое. Таков главный посыл новой программы с аншалагами, прошедшей в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге, в Риге и Лондоне. Мне хотелось все-таки вернуть людей к тому, что произошло. Потому что произошел гигантский катаклизм, который только думает, что он закончился. Он совсем не закончился. А я выбрал для финала два города – Ульяновск и Екатеринбург. Выступление Эдварда Радзинского – это не лекция. Это театр истории, рассказываемый знаменитым писателем. Когда я перелистываю страницы истории, я там вижу, я это так вижу. Вот этот самый гипноз, видимо, становится общим, и люди, которые приходят на мои выступления, как правило, говорят, что время быстро пролетело. Выступление – это мое сотворчество с залом. Это общий труд души, говорит драматург. Царь тотчас вернулся из Ставки в Царское село, и по Петербургу ходили слухи, что царь сам нес гроб мужика. На самом деле все было прозаичней. Автомобиль привез всю царскую семью к яме, где уже стоял гроб с телом Распутя. Эдвард Розинский именно в концертных залах предельно откровенен, и истинная произведительность его таланта, великолепное мастерство оратора, можно по-настоящему понять и прочувствовать лишь на личных встречах, что и произошло 18 марта в Ленинском мемориале. Алексей Матюнин, Иван Демидов, репортер 73. Крым и Россия. Ровно четыре года назад полуостров при советской власти личным решением Хрущева, перемещенный внутри состава СССР в пользу Украинской республики, вернулся в родную гавань. Землю, на которой стоит город-герой Севастополь, Черноморская база военно-морского флота страны, сегодня часто сравнивают с кораблем, а результаты народного референдума 2014 года с окончанием его многострадального похода. В российских городах приживается традиция отмечать этот день в честь памятного воссоединения. В Ульяновске в этом году митинг-концерт «Севастополь-Крым-Россия» на главной площади города сразу после завершения процедуры голосования на выборах собрал 5000 человек. А накануне в Александровском парке отметили крымскую весну. Ульяновская область и Республику Крым связывают тесные взаимоотношения. Мы неоднократно участвовали в гуманитарных проектах по оказанию помощи соотечественникам. Между Крымской Феодосией и Ульяновском подписан договор о побратимстве, а между Республикой областью – пакет соглашения о сотрудничестве по целому ряду направлений от туризма до экономики. Окончательный статус полуострова определился 18 марта 2014 года. Владимир Путин подписал договор о принятии Республики в состав Российской Федерации по итогам референдума. Праздничный концерт «Крымская весна» в Александровском парке – часть культурно-тематической программы «В память о тех событиях». Локальный ансамбль «Коммертон», студия академического вокала «Лира», солист Вячеслав Баранов и другие исполнили песни о России. Праздник для детей и взрослых повторился буквально на следующий день, уже на центральной площади города. 18 марта Ульяновск синхронно со всей страной отметил возвращение Крыма в родную историческую гавань во второй раз. И в завершении телефон рекламного отдела 3041-73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 3041-73, и вы в эфире «Репортера-73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 3040-73. Читайте и смотрите онлайн www.reporter73.tv «Реальность самоскладывает картину дня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова